Один вариант исполнения, а можно еще на локтях. Ну, когда побольше на локтях, помните, так, а на локтях? Потому что на локтях очень трудно пробиться. Вот вы делали каждый, вы делали, в принципе, все правильно. Что делаем здесь? Я так начинала, я думала, что я должен сдать. Выходите, что-то неинтересно. На локтях выносить. Поэтому, а не волну, если я так сделал, волну создаете, оп! Ты там мышки, да? У меня сюда, ба! Да-да-да-да-да. Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Тихо-тихо-тихо, спокойно, спокойно. Раз, два, три, раз. Ой-ой, прости, по-моему, Галя, сиди. Оп! О-о-о! Галя, приклазная, я на тебя посмотрела, я не все. Теперь смотрите, парни спина к спине, руками зацепились, спина к спине. Разжимаем руки. Помните, да? Освобождение идет. Поехали. Вам помочь? Да! Ты вот с этой стороны! Я сейчас отклику здесь. Я здесь отклику. Если они вас разжали, больше не закрепляйте. Я вам советую чуть-чуть по-другому. Давай, гадись! Я взорву! Я могу! Меня уже парни ранее. Отцепляйте, отцепляйте, отцепляйте. Расцепились, теперь девчата. Смашу неравные. Да неважно. Комфортно, комфортно. Кто-то может пожертвовать другим и руки здесь взять. Я вам советую чуть-чуть по-другому. Просто подмышку вот так поднимите. Да, можете даже грудь прикрыть. Аккуратненько. Выше. Не получается? Да, да, да. Поменяй. Удобно? Все. Тоже прижали ручки себе. Поехали. Парни, аккуратней только. Аккуратней, прошу. Поехали. Поехали. Нам пинаться можно. Галя, пинася. Галя, ты что там? Галя, ты что там? Галя, ты не можешь пинаться. Уйди, плеешь. И ты тоже. Галя, ты там вообще нестишь, что мне, что ли? Она просто повисла. Я не пойду, как бы не войну. Держаться, держаться, держаться. Аккуратненько. Растягивайте, да, растягивайте. Растягивайте, растягивайте. Можно... Нет, нет, нет. А все уже, можно растаскивать. Главное, мне оттуда есть. Нет, я оттуда. У меня пары нет, поэтому ладно. Теперь, смотрите, какая штука. Взялись опять спина к спине. И сделали вот эти вот... Кто с ногтями? Сделали вот эти вот действия. Спина к спине. Помните, да? Да, я. Спина к спине. То есть раз. Сейчас я его протягиваю. А-а-а-а. Именно прям, именно прям протянул. Расслабился, да? Расслабляйся. Расслабляйся, ручка. Расслабляй, расслабляй. Расслабляй кулочек. Раз, два, три. Поехали. Хотела спросить вас. Спина к спине. Прохрутите, задницы потрясите, чтобы не уйдет. Ну, а я что делаю? Да, 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 из стороны в сторону. Я и так поднял. Что, смешно? Да, забавно. Теперь другая. Ты живой? Давай, медленно торопись. И другой крови теперь. Аккуратненько. Аккуратненько на спинку поднимаешь. Прям раз, прибоднял. Ты хрустнула? Аккуратненько. Я сказал, что ты хрустнула. Давай, сам не переживаешь. Это кто-то слабляет. Смотри, какая штука здесь можно сделать, да? Я чуть-чуть под ним подсел. И уже намного легче. Не этим. Расслабляйся. 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 Ну да, он уже больше меня лишен. Я точно хочу жить лучше. Спокойненько. Так. И меня теперь давай. Да, давай. Что, уже допругляемся? Наоборот. Что время? Походите. Давай. Давай, давай, давай. Ничего, бросать будешь меня? Аккуратненько. Раз, два, три. Ну почти. Так. И теперь. Да, перед чаем на последующих выход из закладок поехали. Каждый выход из закладок повторяется три раза неповторимо. Начало тысячи, потом вопросы будут покажут. Девчата. Да, что, мы здесь. Выходи из опадного спросить. А, че куда он? Золотой? А. Вон стоит. Ну я пошла далеко. Только взяли, не пиши, ладно, про Альбоману. До пятнадцатого? Да, до пятнадцатого числа. Полотенце не нужно было? Нужно. Сейчас у нас еще и есть. Нет, вероятно. Пять минут даже и нет, да? Ладно. Блин, вам быстрое полотенце взяли? В чёрт. Раз и три. Ты зала на кольце, да? Да. Задача, смотрите. Как будто выжимаете. Берёте. Как будто выжимаете. Вот так. Вот так. Ты что-то Роман сделал, да? Ну ты показывал Роман на локре. Да. Вот что я Роман. Какой Роман. Потом, как будто вот так жамкните со всей силы. Поехали. Прям быстренько. Вдруг на друг вы смотрите, вы должны офигеть. Офигеть. Жамкайте. Жамкайте. И здесь у вас мотивация будет. Жамкайте, жамкайте, жамкайте. За спину. Порвать полотенце. Порвать, порвать полотенце. Выжить его. Порвать. Мы же не полотенце. Я знаю. Порвать, выжить. За спиной. Перед собой. Накручивайте на кисть. Видите? Да. За спинкой. За вот между ног. Вот так. Вот так. Играйте. 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 Но ножки не пользуются, Лёша. Ножком буго уже. Нет пока. Она наступила на ней. Я наступила на нее. Вы мне науку очень будете все бока отожирала. Галя, делаем. Вот, бока отожирала. Взяла полотенце. Поехала. Раз. Натягиваешь. Скрутите. Тяни, 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 тяни. И как только вы подтянете со всей силы, потом начинаете крутить. Со свистом. Хорош гундеть, хорош гундеть. Что я хочу похудеть? Хорош гундеть и начинаю худеть. Раз, два, три, четыре, пять. Так, пожар. 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 Вниз. Ну, как я запомнила, так. Раз. Нет, в смысле, дома было. Да, мне можно, смотрите, смотри, какой вариант. Можно, я тяну сюда. Можно. Оп, со струтиком. Можно. Оп, пистолетин, из-за этого. Для нас это не приемы, это гимнастика. Для тебя гимнастика, например, как преодоление. Так, воздействие на руку. Сосистов нет, но со скоростью работы. И менять гимнастика именно с выхода из захвата. Делаем одна рука, одна рука. На плечо так же, все. По три раза, прям быстро и потом это. Поменяйте. Что там? В длину его сделать. В длину оно не получается. Только прям шшшш. Да? Поехали, поехали. Быстрее, быстрее. Каждый должен быть быстрее друг друга. Я левая это делаю, так что это не рабочая. А я правая, у меня тоже не рабочая. Поехали, короче. Куда? У меня отказалось, да? Скажи. Блин, Данила не пришел. Короче, попаду. Завтра я один тогда все делаю. Куда? Быстрее. Быстрее. Перехватывай, перехватывай. Поменяйте свой полотенец. Нет, это лишь использовало. Это лишь гимнастика. Как нагайки. Это лишь гимнастика. Да. Ну вот она такая же, бессмотная. Я не узнала, что это только. Ну, плетка коротенькая. Ну да, показывай. Ты переодеваешься? Давай, сейчас чай быстро плюм. Не, ну, на то по крокчаном месту мы можем подольше лист проходить. Попить чай. Все покрутила? Ты не свидай Константину. Что надо делать-то? Дашь пока это. Я чай делаю, да? Одену тебя на область. Нет, а вот это. Кто-то. Откажи. Вот, да, ну на, покажи мастер-класс. А нам вообще классно-классно. Окей, я чуть-чуть занимался штунов на курсе. Штунов, Штунов РБМ. Максим Штунов, да? Да. Знаю такого. А заниматься когда он на трансмарше был? Здесь был, здесь. Не, не на трансмарше еще. Я не знаю, на трансмарше. Когда, а в этом. В каком год? Ну, в 2013. Ну, в принципе, там они же были. На трансмарше уже. Не на трансмарше, а в этом. Ну, вот в Домбыто, где сейчас этот, как он называется? Авродный. Да, в Домбыто. Потом их в Домбыто Колян, короче, Минокур выгнал на трансмарше. Там когда Домбыто начали переделывать. Минокур, я не знаю, кто-то. Ну, этот парняк, администратор Домбыто, он выгонял, я помогал выгонять оттуда всякие кружки, кто вел там и прочее. А вот еще был это, у них, у Шатунова с Шатуновым был, во-первых, кедик был, двадцать, был такой. И еще этот, Алексей Васильевич, я не знаю, как его фамилия. Он такой, небольшой урод такой, сбитый мужик такой. Я туда приходил два раза на трансмарше, просто тоже. На трансмарше они после занимались, после Домбыто или до? После Домбыто, да. Там прямо рядом с трансмаршем до сих пор этот зал остался вообще, путевый такой. Это в доме, в доме, если ошибаюсь, девятиэтажка или пятьэтажка, первый этаж вообще. А где там трансмарш девятиэтажка? Вот там сам трансмарш или пятиэтажка через дорогу за магазином во дворах. Вот там уже школа двадцать четвертая получается. А может быть и в школе, в этой преддверии школы. Короче, там был полностью зал, мягкий пол, бастиловый. И вот туда, может быть, раз или два приходил, просили ребята, кто занимались у него РБМ, просили что-то с ногами. Тогда было это же, тогда же была Славянгорская борьба. Ну вроде он уже книгу по РБМ написал к тому времени. Вроде бы он уже даже опубликовал, даже вроде за границу один раз ездил, если не ошибаешься. Я просто начал как-то учиться в институте, не до этого стало. А сейчас в Царатове они? Да. Сейчас базируются. Так, Галина, меч положила? Да. Сто раз больше. Далековато ездить, конечно. Ну, так-то он, штунов, наверное, нравится сыграл. Преподает. Ну, да, это грамотный педагог, да, по своей сути. Ну, слишком там есть такие яростные, излишне яростные взгляды у каких-то людей на происходящее. То есть я, например, вот есть Володя, Володя Золотаревша, или Золотухин Вова, или Золотарев. То есть тоже парняга, они постоянно отзываются. Чем-то они недовольны все время. Ну, он как бы штунов, ну, как бы, скажется, черный. Патриотичные взгляды, излишне даже. Там идеология, я считаю, какая-то нездоровая. Идеология? Ну, нездоровая просто, сваля. Что, Галь, ты бежать будешь? Бежать нет, да. Бежать и все переодеты? Да, да. Здесь чай, стакан чая есть, чай и конфетки. Оно, это просто в жизни бывает. Кто-то кому-то зацепил, обидел, унизил, оскорбил. Как-то там, по-разному. Кто-то между кем, кто-то просто не любит, например, нерусских, потому что они... Это все потому, что он черный. Нет, просто штунов, он, собственно, я вижу икон, как бы, он... Нет, то есть, как бы, с христианством совсем не так. Да мы тоже, знаешь, казах по своей сути, они... У тебя НРБМщики, они вообще особо, с кем не дружат. Да дело не то, что дружно, не дружно, потому что у него такая... Ну, вообще, креставцы люди, она не... Немножко, не наша... Ну, она не наша по-любому. Не славянская, конечно. Она не немножко, она по-любому не славянская. Вот. Дело в том, что вот, например, я уже крещен, если бы, например, я своих детей там, может... Масло... Положил? Да. Сто раз больше. Чай. Не слава? Не славаешь? Глоточек, давай. Глоток. Что вы, что? Все крещеные. Те крещеные? Все крещеные. Все крещеные. Ну, так, как я слышал про еврество в дизайне, про кресло... Ну, кто-то метил, кто-то метил, кто-то метил, кто-то... Ну, кто-то, короче, что может. Это все крещеные. Это вот зачем сюда? Смотрите, глаза закрывают, сердце... Дай, Сергей. Тебе чай. Как же... Ну, донорует сейчас еще. Я просто сейчас еще вот нашу позицию объясню. Мы казаки, и, по сути, идет именно ведическая направленность. Да, это... Ну, кто-то не может назвать старообрядческая, старая вера. Я считаю на равных. И Христос, и Мухаммед, и Будда, и... Все святые, которые вообще были, я их уважаю, потому что, ну, знания и мир несли, делились с людьми. Уже как потом церковь и религия это все извратила, да, как вывернули. Что-то по вражду затеять между кем-то. У меня вообще без разницы. Ну, казаки, по своей сути, миротворцы. То есть, наша задача... Кстати, со многими казаками, ярыми христианами, которые себя пяткой бьют в грудь, которые с мужиками там целуются, облизываются, там, облизывают иконы. Да, простите меня, конечно, такие люди. Они тоже спорят с вами. Вот почему мы занимаемся, например, мусульманами, едаосами, буддистами. То есть, какое вы право имеете делиться тем, что вот меня, например, где-то пережал. Как ты имеешь право, типа, делиться этим с неверными. Кто определил, да, что вы такие? До завтра? Да, я оставлю. Завтра у нас что, пятница? Какое ты пакета ставил? Священную. Какими-то, своими? Завтра на прежню сидишь? Завтра на прежню сидишь? Завтра на прежню сидишь? Я постараюсь. А, не знаю, что хотела. Ну, все проценты идут. Только надо как-нибудь с дружненькой сесть вместе. Нет, давайте придем завтра. Ты перехожешь рано, займи все места и никого-то не сажай. Вот три месяца. Около карайкова. Около карайкова, да? Сидишь у карайкова, да? Хорошо? Даже поближе. Угу. Все? Все, это, доброго дня, блин, доброго вечера и доброго вообще. Да, аккуратнее. Все, аккуратнее, да. Хрустани, пожалуйста, ты сейчас что-то тяну и вот тут я почувствовала новые мышцы. Новые мышцы? Да. Тихо, 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 выдыхай. Все. Нормально? Сейчас еще раз. Да. И вот мы, как дед сказал, да, заповедовал, то есть наша задача именно нести... Привет. В смысле... Ну, ладно. У меня, смотри, я сейчас о себе в краках. Кто я такой хоть, да? Надо рассказать же. Что этот персонаж-то? Я тебе сказала два слова. Родился в Ару-городе. Ой, блин, тут ты что-то. Родился в Ару-городе здесь в советское время, в 80-м году. Родители уехали БАМ строить в 85-м году на Дальний Восток. Это Амурская область, Ленджинский район, поселок Иса. То есть это в тайге вообще прям это вот, на границе с Китаем вообще жесть. Там с 5 лет я жил до 13-ти, потом в 93-м, в 94-м сюда приехали. Там моим воспитанием занимался дед. Дед... Ну, по нынешней терминологии это казах-характерник. По нынешней терминологии это брать. А так это для всех... Казах... просто я так понимаю, были казаки, да? Это Ермаковские потомки. Это Ермаковские. Это кто ушел с Дона осваивать Сибирь, Дальний Восток, Японию. Это конкретно даже... Это именно следопыты, охотники, воины. Не те, кто на Дону остались, например, с женами, с землей, да? Там разные выбирали. Кто-то мог выбрать, учить земледельца. Это конкретно воины. Воспитывали... А, у меня бабушка родом из-под Харькова, мать Сыгарки с севера. То есть бабка казачка по Запорожью, мать казачка как раз Северяков. А воспитывал на Дальнем Востоке дед. Ну, условно называем его Саша. Для всех он. Условно. Ну, было много имен. То есть он советовал нам всем. Что он написан был? В паспорте? Да не важно вообще что. ИСА. В паспорте был написан. Ну, Саша для всех, да? Это. Потому что такой принцип есть. Если, например, все знают имя человека, на это можно повлиять. Какие-то, да, вот такие вещи делать. Но он этим жил. Он этим жил, нам передавал. То есть для разных ситуаций, может быть, у него были разные имена. Может, я вообще под именем так. Я не знал на самом деле, кто он. А мне строго настрога запрещено говорить даже, что я сейчас говорю. Но чтобы сказать, кто я такой, да, я должен вкратце так это накинуть информацию. Там жил, там занимались. Там в тайге целый построен был своего рода такой разведческий такой городок. Ну, как надо сказать. Лагерь, да, тренировочный. То есть... Было все. Все вот техники, что мы сейчас делаем, это, может быть, 1% того, что вообще все делалось. То есть там, начиная от того, что человек жонглировал громадным колодом пень. Я не знаю, сколько там. Вот несколько человек вот так подходили, его оплатить не могли. А он его убрал, бах, на руках там подкидывал по-разному. Ходил по деревьям, исчезал. Там были ребята, кто... Ну, представь, в тайга, да, выходили люди, охотники, следопыты. Выходили на несколько месяцев жили там. То есть у них сверхподготовка. А времена такие как раз неспокойные были. Советский Союз потихоньку свои границы теряло. Какие годы-то были вообще? Казаки? Ну вот, про то, что ты рассказываешь. Про то, что я говорю, это с 85-го года по 93-й год. То есть там... Представь, тайга, это делянки разделены. Ну, то есть это уже как бы возрождение, можно сказать. Потому что советская власть, то все казачество, я имею в виду в начале века, там 18-19-20-е... Про бабки. В моей семье табу на разговор про казаков. Потому что в станице бабушкиной убили всех мужчин-казаков. То есть там фактически женщины остались. Потом кто-то вернулся. Потом еще когда был цикл войн, красные глумились над ними. То есть даже жестче. То есть у них конкретно казаки были. Казаки, которые как раз, наверное, те же и разбойники, которых воевали постоянно с коммунистами. Которые выполняли задачи, да, вот такая. Ну, представляешь, всех мужиков вырезали. Вот как раз по этому времени. Я это знаю почему. Потому что я сам, у меня дед, собственно, тоже... Оттуда, с Азовского моря, станицы Болжанская, может слышал, нет. Вот там как бы он родился и рос. Ну, где-то... У нас самые известные, которые и в песнях, и везде, и в этом Вешкино. Если не ошибаюсь, у нас братан там Денис Кагончар оттуда. Вешенская. Ну, мы вот, кстати, задались сегодня. Вешенская, да, оно же Вешкино. То есть там село Вешкино останется, да. Ну, это ближе, это уже Ростовская область. Это я тоже, где дед мой был. Это Краснодарский край, рядом с Азовским морем, прямо на Азовском море. У меня две конфетки удачи. Я спасибо очень хочу. А Вешенская, это, собственно, Вешенская из романа «Тихий дом». «Тихий дом», Шолохов, да, там есть школа Шолохова. Вот, и сегодня мы, кстати, с Дарей об этом разговаривали. Собственно, вот мы познакомились сегодня, нечаянно как бы вот, и вот разговорились. Да, нечаянно не бывает, это доля так слабая. Потому что каждый души притягивает подобные души, образ жизни подобные притягивает. Ну, и хорошо, тем более, у тебя опыт был уже, ты прошел, например, там школу Шопунова, посмотрел по духу казак, ну, вообще славно. Тем более, если местный Покровский, если хотя бы чуть-чуть заинтересовалось то, что мы делаем, попробуй позанимайся, хотя бы сделай хотя бы 40 занятий. Сделаешь спину, восстановишь, я тебе отвечу как мужчина, я тебе отвечаю. У нас приходили люди, конкретно вот гарантия, мое слово выступало гарантом того, что сделаю. То есть давал, если надо овладеть оружием, ну, это от 20 до 30 дней. Лучше 40 дней на все брать, а еще лучше 44 дня. То есть некий такой пост своеобразный, духовный, душевный, физический, когда ты для себя делаешь установку, надо делать. Хочешь поправиться, поправишься. Вот все, что мы делаем, это все у нее в генах, в ДНК, у меня в костях, в зубах, в волосах, у тебя в жилах, в крови. Это все вот есть, ну, опять, генетическая родовая память. То есть все это, все это у нас. Мы же раскручиваемся, когда вот это крутимся, вращаемся, да мы именно раскручиваем себе вот этот поток энергии. То есть как бах, ой, ё-моё, озарение, да, инсайт такой. О, я это знаю, я это могу, я это в детстве делал. Все по-любому в детстве там, так, уфан, что-нибудь. Казаков-разбойников играли, мушкетеров играли, да, все это. И вот то сейчас, да, прямо предложение одно такое, пятисловное. Мы, я решил восстановить то, что было там, на Дальнем Востоке. Именно как это есть, но восстановить не как, вот в роли учителя там, не, не знаю, как некий, некий, да, вот, что вот, я знаю что-то, да, и все типа там, у, пиздец, учитесь. Нет, я, как дед говорил... Камеры выключить. Серьезно, что ли? Спасибо.